О биомаске, биомаска Алина. Таких продуктов на рынке больше нет. Он абсолютно уникален, благодаря своему составу. Прежде всего, это продукты жизнедеятельности очень полезных кисломолочных бактерий, энтеропокос, вещественные 3. Женщины прекрасно знают, как благотворно на кожу и на волосы влияет, например, простоквашия. В Средней Азии волосы моют простокваши. Они жесткие, красивые, плотные, очень крепкие, блестящие. Так вот, оказывается, что кисломолочные бактерии вырабатывают очень много витаминов А, В, В1, В2, В6, В12, С, ВП, полиевую кислоту наш энтеропок вырабатывает. Кроме этого, они вырабатывают так называемые бактериоцины. Это короткие белки, которые борются с инфекцией, оказывают противовоспалительные действия. И в целом, все то, что вырабатывают бактерии, позволяет укрепить местный иммунитет, иммунитет кожи, иммунитет слезистых. Поэтому мы и выделили все то, что эти бактерии вырабатывают, очень бережно их сконцентрировали. И в достаточно большом количестве, это совершенно уникальная технология, поместили в натуральное масло какао. На сегодня, на рынке, существует очень много заменителей масла какао, которые существенно дешевле, чем масло какао. Но мы пользуемся только натуральным маслом, его температура плавления 28 градусов, поэтому этой маской удобно пользоваться. И в целом масло какао является мощным гидротирующим компонентом. Его используют косметологи для того, чтобы увлажнять кожу. Вот такой состав маски. Только натуральное масло какао и только метаполиты очень полезны в молочных кислых бактериях. Как пользоваться этой маской и какой она окажет эффект? Ну, пользоваться можно по-разному. Вот эта масочка представляет из себя такую полусферу ароматную, которая пахнет какао. Ее надо приложить к коже, к теплому участку. Так как температура плавления масла какао 28 градусов, то она очень быстро, через несколько секунд начнет плавиться. После этого ее можно нанести на кожу. Для тех, кто любит пользоваться косметическими масками, можно одну такую полусферу нанести на кожу лица, декольте, руки и держать 20 минут, после чего или смыть теплой водой, или удалить косметическими салфетками, кто как любит. А можно пользоваться этой маской как кремом. То есть чуть-чуть нанести на проблемные места, потому что какой эффект мы ждем от этой маски? Улучшение питания кожи, улучшение микроциркуляции кожи, улучшение внешнего вида и тургора. Поэтому можно наносить или на места, где ожидаются или уже существуют мелкие морщинки, для того, чтобы улучшить состояние кожи в этой области. Какое предостережение? Единственное предостережение – это наличие очагов гноя, крупных очагов гноя, которые требуются сушить. Если их увлажнять, то будет еще хуже. Это не значит, что не надо пользоваться в это время маской. Надо. Только эти очаги надо обходить вокруг. И тогда будет обеспечить противовоспалительный эффект, противоинфекционный эффект и улучшение питания, что тоже очень важно. Этот очаг заживет быстрее. Но на сам очаг наносить в маску не стоит.